Минский Душанбе готовы стать стратегическими партнерами. Продолжается официальный визит президента Беларуси в Таджикистан. Сегодня Александр Лукашенко и Эмамали Рахмон посетили промышленный кластер в городе Гисар, который расположен в 20 километрах от Душанбе, и открыли предприятие Агротехсервис. Здесь собирают тракторы, навесное и прицепное оборудование. Производство включено в перечень особо важных объектов, ведь Таджикистан намерен пройти путь от аграрной к аграрно-индустриальной республике. Мы все, компании наши, МАЗ, БелАЗ и прочее, каждый по отдельности где-то что-то клепит. Огромные затраты. Я его толкаю. Давай создавать, допустим, в Душанбе единую площадку. Кто-то приехал за трактором, он видит целый комплекс машин. Но если это... Да, и обучение. Если это так, то это хорошая реализация замысла этой. Агросектор Таджикистана нуждается в техническом обновлении. Только тракторов не хватает около 10 тысяч. Мощности предприятия позволяют наладить производство с учетом экспорта в третьи страны, в частности, в Афганистан. Здесь же откроют учебный центр и будут готовить специалистов по обслуживанию и эксплуатации белорусской сельхозтехники. Сегодня же главы государства договорились заложить два фруктовых сада в Брестской и Гомельской областях. С саженцами помогут таджикские селекционеры. Сады будут носить имя президента Таджикистана Эмамали Рахмона. Мы с Афганистаном ехали, смотрим, у него же зимой минус 30, и даже ниже температура. И сады выживают. Неужели в Гомельской, Брестской области мы не сможем районировав, возделывать эти культуры? Он пообещал нам помочь, саженцы и прочее. В ноябре министр сельскохозяйства, где приготовишь саженцы винограда, ну и фруктовые другие, и груши, и яблоки. Сам в ноябре поедешь, погрузишь, пойдешь, возьмут специалистов. Я не трогаю, чувствую, что у нас в Беларуси эти сорта будут расти. Накануне по итогам официальных переговоров в Минске и Душанбе подписали пакет соглашения о сотрудничестве в промышленности, медицине, образовании, научных исследованиях. Разработан план партнерства до 2020 года. И до конца недели в Душанбе будет работать национальная выставка Беларуси. Продолжение следует...